Мы только вчера прилетели на Пхукет и сегодня с утра уже взялись за работу и начинаем знакомить вас с проектами этого замечательного острова. Я проекты, которые будем вам показывать, сам никогда вживую не видел. Я читал про них только в интернете и поэтому вместе с вами сейчас буду смотреть их в первый раз и комментировать как-то со своей стороны. Первый проект, с которого мы начнем, называется Relife. Погода просто. Вот я иду в штанах, в футболке, а мне так хочется сейчас пойти на море. Мы вчера мимо Corona проезжали, здесь такие волны. Комплекс Relife состоит из двух корпусов. Первый называется Neiharn Relife Condominium. Он уже построен, сдан в эксплуатацию, центральный вход за моей спиной. Про него мы мало что будем рассказывать, потому что он уже полностью продан. Мы сегодня будем говорить о проекте, который называется Relife The Windy. Он строится рядышком, но это все часть одного единого проекта. Район Neiharn – это место, где очень много вилловых поселков, домов, где всего три пятизвездочных отеля. И этот проект застройщиков позиционировался как инвестиционный. Большая часть квартиры покупалось здесь для сдачи в аренду, под туристов. Это, кстати, ресепшн – место, где находится персонал, который занимается обслуживанием проекта и где решаются какие-то бытовые вопросы. По инфраструктуре в Relife бесплатный паркинг, два тренажерных зала, два бассейна, два ресторана на территории. Первое впечатление о проекте очень положительное. Здесь приятно находиться. Мне уже не терпится посмотреть, как вообще здесь выглядит квартира. Идем сейчас в офис продаж для того, чтобы посмотреть макет, вообще, как будет выглядеть этот проект. А потом уже пойдем смотреть сам шоурум. Награда какая-то. В 2017 году стал победителем в номинации «Лучшее доступное кондо на Пхукете». Крутые. Relife Neiharn – корпус, который уже построен, он находится здесь. Relife Windy, то есть тот проект, о котором мы сегодня с вами говорим, он находится за ним. Сделан такой в виде лестницы. Здесь идут три этажа. Первый этаж – это паркинг, он нежилой. Второй, третьей квартиры. На четвертом идет бассейн. Здесь два этажа жилых. Первый этаж – подземный паркинг. На четвертом этаже идет фитнес-центр. И на пятом – ресторан и терраса. Здесь полноценное здание. На крыше у нас смотровая площадка. Мы заметили, что здесь везде, даже на дверях, есть изображение ветряных мельниц. В районе Neiharn просто есть смотровая площадка с мельницей. Там очень красиво. Наверное, это символ этого района. Но идем посмотреть самое интересное. Идем смотреть квартиры. Это студия. 32 квадрата. Это самое маленькое, что есть в Relife. Я считаю, что это неплохой вариант с точки зрения инвестирования и заработка от сдачи в аренду. Учитывая, что в Neiharn идут виловые поселки, несколько отелей. Ну, в общем, то, что я говорил до этого. Здесь невысокая конкуренция с точки зрения сдачи жилых квартир. Под собственное проживание я бы навряд ли рассматривал такую квартиру. Хотя, несмотря на то, что она очень компактная, она очень функциональная. Здесь очень много встроенной техники. Но я считаю, что это вариант только под инвестиции. По ценам квартиры такие начинаются от 3 миллионов 600 тысяч бат без мебели. Если вы хотите получить такую квартиру со всей встроенной техникой, в общем, все, что вы видите здесь, то цена будет 3 миллиона 900 тысяч. График платежей выглядит следующим образом. Сначала квартира бронируется, 100 тысяч бат депозит. Далее оплачивается в течение месяца 30% от ее стоимости. И остальные 70% уже разбиваются на весь срок строительства. Это у нас будет до октября 2019 года. Ну, что здесь сказать? Стройка есть стройка. Поехали посмотрим, какой пляж и смотровую площадку. По пути на море мы решили остановиться в 5 минутах от этого проекта. У озера здесь очень красиво, очень тихо. Вообще на Пхукете мне очень нравится природа. Единственное, что здесь климат не такой, как в Фатайе, не такой, к которому я привык. Климат очень сильно меняется. 10 минут назад палило солнце, было ясно и жарко. Сейчас стало хмуро и небо затянуло. Но нам все равно это не помешает добраться до моря, посмотреть его и посмотреть смотровую площадку. Ты посмотри, какой там цвет. Я не знаю, получится это передать камерой или нет, но на Пхукете, куда бы ты ни приехал, всегда будет красивая вода. Несмотря на то, что сейчас хмуро, как правило, когда солнце заходит за тучи, небо становится такого серого цвета. Несмотря на то, что сейчас пасмурное, небо серое и затянуто, море очень красивое. Мне хочется покупаться. Мы добрались до смотровой площадки с ветряными мельницами. Эта площадка находится в 5 минутах езды от пляжа Найхарн. Здесь очень красиво. Наш режиссер, который сейчас меня снимает, Миша, сделал предложение своей девушке вон на той скале. Я, в принципе, не удивлен, почему-то сделал именно здесь. Здесь реально очень красиво. Не хочется ничего говорить. Но хочется сделать, как в фильмах, вот так. Я надеюсь, сегодняшний наш выпуск понравился вам так же, как он понравился мне. О собственных впечатлениях все круто, все нравится, и пляж, и проект. Учитывая, что я его реально видел первый раз так же, как вы, я сегодня себя чувствовал как клиент. Я думаю, у нас впереди еще много будет выпусков о недвижимости на Пхукете. Очень много интересных проектов, поэтому не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, предлагать темы в комментариях. И до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok